Всем привет-привет! Меня зовут Юля, я мама пятилетнего сыночка, и сегодня я хотела бы с вами поговорить о адаптации к садику. Как безболезненно отвезти ребенка в садик, чтобы он не расстраивался, не переживал, чтобы первый опыт его прошел успешно, и у меня для вас есть 12 правил. Если для вас видео окажется полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, и не пропустите еще много интересных и разных роликов. Если кто-то из вас интересуется правильным питанием, завтра выйдет ролик «Я приготовила ПП-пирог из кабачка». Очень вкусный, полезный, так что советую. Ну и, пожалуй, начинаем. Первое правило будет не обманывать ребенка. Расскажите, что он там будет кушать, что они пойдут гулять на улицу, как у него примерно пройдет день. Естественно, будет зависеть, вы же изначально приведете его не на целый день, но вообще, в принципе, расскажите, что там детки спят, что они там занимаются, что они гуляют, дружат. Обязательно объясните ребенку, что вы уйдете после того, как двери закроются, что вы не будете его ждать нигде за дверью, что вы идете домой, и чем вы будете там заниматься. У меня ребенок не хотел меня отпускать на работу, вот для него слово «работа» — это было что-то ужасное. Я ему всегда говорила «Я иду домой», и пыталась ему полностью рассказать, чем я буду заниматься дома. Дети, на самом деле, очень любят, когда они знают все от «а» до «я», и иногда они не спрашивают, но им это интересно. Поэтому первый мой совет будет это «Расскажите ребенку, чем вы будете заниматься дома, как вы проведете свой день». Причем я банально рассказывала до смешного. Например, буду готовить борщ, буду убираться, буду там читать или там работать дома. Ему было легче. Второе правило — оставляйте с кем-то ребенка. Пусть это будет папа, который два часа посидит с ребенком, ну вот так, чисто вдвоем. Если до этого не было нужды в этом, то сейчас это нужно, чтобы ребенок мог обходиться без вас. Пусть это будут бабушки, родственники, там, друзья сказать, конечно, не могу, но у всех разные друзья. Но дайте ему свободу, дайте ему общение с кем-то другим, кроме вас. Третье. И это главное, и это относится именно к вам, дорогие мамочки, потому что ребенок чувствует вашу тревогу. Ребенок чувствует, что вы переживаете. И знаете, я тоже этим грешила. Когда я отправляла ребенка, он у меня кричал, и я выходила на лестничную клетку, но, естественно, две двери закрывались, и я вот такими горькими слезами стояла, плакала, потому что я слышала, что он там плачет. Ну, конечно, это длилось, я даже не могу сказать, пять минут. Буквально минута-две он успокаивался и шел играть, но мне было так тяжело, и вот я с этим боролась. Не показывайте свою тревогу и успокойтесь, он там будет в безопасности. Ну, естественно, если бы мы выбрали нормальный садик, нормального воспитателя, но в любом случае с ним там ничего страшного не произойдет. Четвертое правило. Расскажите про свой опыт в садике. Расскажите какие-то смешные истории с детства, что у вас было интересного в садике, почему вам так нравится садик, и что там может быть интересного. Возможно, кто-то не помнит, может быть, даже кто-то не ходил в садик, либо же ходил чуть-чуть, но я считаю, в этом деле даже можно немножечко приврать, рассказать, ну вот, просто забавную какую-то историю про своих друзей, про утренники, про смешные какие-то ситуации. Но я деньки рассказывала, да, причем у меня действительно было много, и он это все знает, и ему легче, когда он знает, что он идет за чем-то приятным и за чем-то хорошим, а не просто так, потому что маме надо уйти на работу, и поэтому его выгоняют в этот садик. Пятое правило. Поиграйте с ребенком в садик. Пусть это будет не означает. Пусть будет эта игра с его любимыми героями. Возможно, это животные. Пусть он выберет себя. А если даже он не скажет, что это он, то он обязательно выберет своего любимого героя и будет играть за него в роли себя. Надеюсь, правильно объяснила. И вот на примере игры покажите, что происходит в садике. Просто, ну, не говори, что вот у тебя так будет. Нет, просто мы играем в садик. И покажите, какие правила в садике. Что там много деток, что там шумно, что там есть игрушки, которыми надо делиться. Тогда ему будет легче знать, что ему там делать. Покажите, что там есть туалет. Да, банально. Туалет, как дома. Ты туда можешь сходить. Вот тут стоит водичка, можешь попить. Вот тут воспитатель, это твой друг, это старший твой друг, который тебе плохого не скажет, и ты должен его прислушиваться. Шестое правило. Научите ребенка самому себя обслуживать. Это очень важно. Во-первых, воспитатель не всегда успевает переодеть ребенка. И плюс ребенок будет себя чувствовать комфортнее, защищеннее, когда он будет сам это делать. Ну, то есть он чувствует себя взрослым, самостоятельным, таким, я могу, я сам все умею. И пусть он даже оденет сандалии вот так. И ничего страшного, ничего с ним не случится, если он так походит. Но это очень важно, когда он сам себя может обслужить. Плюс давайте будем говорить, что мой ребенок ходит в государственные садики. Большинство государственных садиков таких, что группы большие. А если даже небольшие, то воспитатели, ну, не пытаются бежать к ребенку и быстренько ему там что-то одевать, поправлять. И лучше, конечно, чтобы ребенок это делал сам. Научите его складывать вещи, складывать не то, что там в стопочку, но хотя бы элементарное. Повесить на стульчик, положить, поставить под стульчик сандалики. Это будет его организовывать. Седьмое правило – это будут ритуалы. Ритуалы могут быть абсолютно разные. У каждого свои, да. Кто-то долго ведет ребенка в садик, кто-то, возможно, на транспорте едет. Но нам идти пешком. И у нас ритуалы утра. Во-первых, мы стараемся быстренько. Он проснулся, он у меня хоть просыпается рано, поэтому мы приходим почти самый первый в садик. Но он просыпается рано, и я стараюсь недолго его задерживать дома. Вот это утро затягивать. Я его одеваю и отвожу в садик. И пока мы идем в садик, мы с ним разговариваем про окружающую среду, потому что у них подготовительный урок. Зовем его первый такой, когда они общаются. Это какой сейчас день недели, какая погода за окном, какой сейчас месяц, какая пора года, что в этот момент происходит. И мы стараемся все вот эти вещи проговорить. Плюс это очень развивает его речь. Когда мы идем, и, допустим, день я говорю, а день он говорит. Мы обсуждаем машины, которые стоят вокруг. То есть не идем молча, а вот я стараюсь его как-то разобщать, чтобы он так уже все открылся, раскрепостился. И, конечно, это богатый словарный запас. Мы увидели Белочку, он начинает рассказывать про Белочку. Он пришел в садик, он начинает там рассказывать. У него уже есть какая-то тема для разговора. И плюс ему не так страшно перед вот этим первым уроком, потому что мы с ним все это уже проговорили. Ну а в садике он это просто закрепляет, и все. И даже если я буду не в настроении, я все равно буду идти рассказывать, потому что мне очень важно, чтобы он в садик пошел с хорошим настроением, с хорошим настроем, с таким боевым, что ему там нравится, что он идет не на каторгу, а идет к своим друзьям. Он идет гулять, развлекаться, общаться. Восьмое правило. Посмотри игрушки. В садике достаточно новых игрушек. И не факт, если у вас там дома даже какие-то суперкрутые игрушки есть, то в садике они могут быть обычные. Либо же наоборот. И я все время Диме говорю, ну, говорю, не говорю, конечно, говорила, что иди посмотри, а что там новенькое? А какие там есть игрушки? А ты мне расскажешь. А какая тебе больше всего понравилась? А какие машинки? Причем машинки не просто, ну, машинка, допустим, там. Если там пожарная машина, если там скорая помощь, возможно, какой-то экскаватор, а может быть там есть драконы, кубики, пазлы какие-то. Ну, в общем, конструкторы. Это ребенку просто расскажите, что там может быть вот это, вот это, вот это. Посмотри, что там будет. И расскажешь мне вечером. Как раз это будет относиться к другому правилу, к которому я вернусь позже. Девятое правило. Контролируйте свою речь. Это относится также больше к родителям. Когда вы с мужем, с подругой, с мамой, с бабушкой, неважно, с кем пытаетесь обсуждать садик, и, да, перед тем, как вы пошли, познакомились, вы там все посмотрели, и какие-то недовольства свои высказывать, пусть это мелочи, но никогда не делайте это при ребенке. Причем, если ребенок в другой комнате, не факт, что он вас не слышит. Скорее всего, он слышит. Из вот этой мелочи он раздует вот такую проблему. Да, нам банально может не понравиться человек, воспитатель, которого мы встретили, причем это даже не наш будущий воспитатель, а просто какой-то воспитатель. Нам может не понравиться заведующая, либо же какая-то там площадка. И не факт, что это будет ваша площадка, но вам она уже не понравилась. И не переносите вот эти разговоры домой, чтобы ребенок этого не слышал. Он к садику должен относиться к чему-то хорошему, там, где его будут развлекать, рассказывать. Он будет что-то новое узнавать, что он найдет там много друзей новых. Не как это плохо, что там тетенька злая, и площадка где-то там плохая. Опять же говорю, мы ходим в государственный садик, и он у нас не супер какой-то, это не частный садик, где все бегают на цыпочках, там, и все вылизано до чиста. Ну, понятно, что чисто, но даже такие мелочи не стоит говорить при ребенке, особенно если это относится к вашему воспитателю, если вам там что-то не понравилось, причем, может быть, и в общении с воспитателем, а какой-то жест вам не понравился, или смутил вас, или там вот что-то думаете. Никогда не озвучивайте вот это все при ребенке. Мне это впитывают как глупка. Десятое правило. И я тебя заберу. Эта проблема была у нас. Я думаю, много кто с ней сталкивался. У меня все время Димка переживал, мама, ты меня заберешь? Ты меня заберешь? И да, это был вечный ответ. Я тебя заберу. И хочу вам посоветовать, никогда не используйте приставку «не». Потому что даже в аффирмациях наш мозг не воспринимает приставку «не», когда мы говорим, я тебя не брошу, я тебя не забуду. Вот это все старайтесь избегать. Просто «я тебя заберу», потому что «не», ребенок не слышит, и он слышит «я тебя брошу», «я тебя забуду» и тому подобное. Это важно, это даже ко взрослым относится. Старайтесь избегать приставки «не». Конечно, каждый родитель знает подход к своему ребенку, но объясните, как сильно вы его любите, что ну как можно его не забрать в садик? Ну невозможно, что в садике никто не спит. Там кроватки только днем, детки спят ночью, там никого нету, там только охранники. Обязательно его заберут, чтобы он не переживал. И причем даже вам советую сказать время. Например, я тебя заберу, ну если по-первых, то я тебя заберу, когда ты покушаешь или когда ты поспишь. Я тебя заберу с улицы. Либо же просто время. Я тебя заберу в 4. Ну и ладно, что ребенок не разбирается во времени, но он будет знать в 4. Все ему, когда это будет. Главное, что это будет в 4. Я тут на пальцах все показывала, у меня 11 правило. Показать не могу. Ну ладно. 11 правило. Похвалите его, какой он молодец, какой он взрослый. Ну, после садика, что он пошел в садик, что он вообще взрослый, взрослый и самостоятельный. И радуйтесь каждой мелочи, если он скажет, я сходил там в туалет, порадуйтесь за него искренне, что у него это получилось. Причем, это, знаете, такая проблема не всегда даже бывает у детей. Я даже слышала, что взрослые некоторые, когда устраиваются на новую работу, им вообще все очень сложно. И туалет, кстати, в том числе. Поэтому похвалите ребенка за его начинание, за его старание. Вообще, какой он молодец, что даже если он толокал, ну, он плакал совсем чуть-чуть. Детям очень важно ваше одобрение, они готовы стараться для вас. И поверьте, если ребенок капризный, он это делает не специально, потому что не умеет просто контролировать свои чувства, но он очень для вас старается. Ну, и двенадцатое такое правило заключающее. Побольше обнимайтесь со своим ребенком. Вечером после садика старайтесь не идти, ну, попервах, потом понятно, но попервах, старайтесь не идти на детские площадки, на кафе, на встречи с друзьями. Идите за ручку с ребенком домой. И посвятите ему весь вечер, компенсируйте свое внимание, которого его не хватало в течение дня. Потому что до этого он привык, что все время вы рядом. Мама, он может мне подойти в любой момент, поговорить. А тут, бац, ее нету целых день. И старайтесь вчера провести вместе, обнимайтесь, разговаривайте, спросите, как у него день прошел в садике. Это как раз спросите, какие игрушки у него там были интересные, с кем он познакомился, у него было смешного в садике, грустного, злого, доброго. В общем, проговорите все эмоции, спросите, что ему больше всего понравилось, что ему не понравилось. Потому что это тоже очень важно знать, что ребенку не нравится. Будьте рядом и поддерживайте его, и у вас все получится, и у него все получится. Сейчас я расскажу коротко про наш опыт в садике. Какой он был? Дима пришел в первый день, такой вообще, я хочу в садик, все, мама, пока закрыл двери. Я прихожу за ним в садик, он меня видит. Ну, естественно, я открыла дверь, смотрю, он гуляет. Он меня как только увидел, он так расплакался, хотя я его забрала до обеда, ну, естественно, не на целый день. Это, ну, все, конечно, по-разному. У кого-то ребенок нормальный, даже до конца дня, спелого дня. Но, в принципе, я считаю, что у больництва хотя бы недельку поводить до обеда. И он меня увидел, разревелся, мы пришли домой, и он такой вроде в хорошем настроении, уже все. И на следующий день, когда я его разбудила и сказала, сыночек, мы идем в садик, он был в шоке. Он так у меня орал, так ревел, он просто не хотел выходить с квартиры. И у всех проходит это гладко. Мне даже воспитательница сказала, что она за свою практику не видела настолько привязанных детей к маме, и в этом и наша ошибка, что мы его ни с кем не оставляли, и, в принципе, кроме меня и мужа, он никого не видел рядом. Мы продолжали ходить, наверное, где-то неделю, он еще там впускал слезы. Я старалась не обращать на это внимания, молча плакала в коридоре. У некоторых детей это не считается. Вот это вообще не садиковский ребенок. Для меня, ну, как бы полный бред. Просто один ребенок более такой, хочу все сам, другой хочет с мамой, либо же кто-то упертый, такой, все, я не буду ходить в садик. Вот я принял это решение, я буду до последнего доставать родителей. А кто-то так подумал, пару раз сделал, понял, не работает и пошел молча. Мой ребенок, это очень упертый ребенок, который не хотел идти в садик. Никакую. Причем я даже думала, что какие-то проблемы в садике. Мы с ним играли себя в игры, да, тоже с раздела психологии. То есть мы брали садик, я не говорила, что это его, а примерно, чтобы он показал поведение. Что вообще там происходит? Может, его там что-то пугает? Потом мы с ним рисовали рисунок. Нет, ему просто надо, чтобы была рядом мама. Ему там все нравится, просто не нравится, что нет рядом мамы. Но и это у него прошло спустя время. Он нормально сейчас идет в садик. Да, не скажу, что всегда прям с дикой радостью, но хотя бы слез нету. И он общается с детьми. Я считаю, садик это очень важно, очень нужно, потому что это социализация для ребенка. Навыки общаться, умение идти на компромиссы, договариваться, дружить, самовыражаться. И я бы это назвала даже, как начальная школа жизни, вот такой начальный этап перед школой, когда мы учимся распознавать других людей, к ним притираться. Да, эта мама там улыбнется, если ты что-то сделаешь, ну там, или промолчит. А ровесник твой, он может сказать тебе, что, слушай, ты вот тут не прав, и вот это. И все мы люди разные. Нужно вот умение находиться в социуме и договариваться. Ну и напоследок я вам пожелаю легкой дороги в садик, хорошего настроения по утрам. У вас все получится. Всем пока!